Добрый вечер. Сначала большое спасибо организаторам за смелость, что они незнакомого человека дают микрофон и разрешают что-то в него говорить. Отдельное спасибо вам, что вы, несмотря на погоду и уже почти летнее настроение, решили провести это время с нами. Для начала несколько слов о том, почему именно я и именно об этом вам буду рассказывать. Я медицинский психолог, судебный эксперт Республиканской психиатрической больницы и просто в силу своей специальности я вот с этими краевыми формами агрессии встречаюсь каждый день и вижу те способы, то есть те варианты, которые получились не очень хорошие. То есть если по аналогии вот с теми самолетами, которые не долетели, вот эти не выжившие самолеты, вот это как раз моя каждодневная работа. Поэтому определенный материал, который накоплен, в общем-то на нашей психологической службе, приятно видеть сотрудников, мы можем этим всем поделиться. Вот. Для начала, то есть прежде чем мы начнем, хотелось бы такой вот чисто организационный вопрос. Вот в принципе, как вы считаете, психология – это наука гуманитарная или, естественно, научная? Ну вот на смеси, да? Ну мне просто вот как бы это важно для организационного момента, то есть для уровня аргументации, да, чтобы вот какие аргументы, то есть быстрее дойдут и будут лучше восприниматься. Вот. Ну мы начнем с того, чтобы это самое, чтобы ничьи чувства не были оскорблены, да? То есть это не истина в последней инстанции. Это приглашение к размышлению. То есть мы подумаем о том, что такое агрессия, как это все происходит и какова роль наша, да? То есть это внутри нас или это где-то снаружи. Если интересно, можете сейчас, вот пока мы еще не начали разговаривать, то есть пару слов для себя сформулировать вообще, что такое агрессия и как оно вот с вами связано. Ну просто, чтобы мы в конце сравнили, удастся нам подумать и что-то изменить или нет. В общем, часто будут звучать слова про критическое мышление, про подумать, давайте поразмышляем, да? Да? И, ну, лекция публичная, будут котики, будут картинки. Поэтому давайте так, вот как бы понимание, представление о критическом мышлении, о чувстве юмора у каждого индивидуальное. Если кого-то что-то обидело, если кого-то что-то не понравилось, да? То есть если обидело, вы прямо говорите, женщина, ты не то сказала, мы как бы постараемся мягко, бесконфликтно это дело, хотя бы вот минимизировать ущерб, да? То есть главное, чтобы никому не стало хуже. Вов с ним станет лучше или нет, но хуже как бы делать не будем. Ну и дальше, соответственно, нам нужны будут образы. Мы ссылаемся в Дарт Вейбер, он принадлежит Джорсу Лукасу, котики принадлежат всему миру, мы принадлежим котикам. Ура! Так, это вперёд, это назад. Немножко сейчас будет вот эта схема, она будет, это будет такая теоретическая часть, а дальше будет веселее. Как формировались представления о агрессии, вот скажем так, в психологической науке, да? То есть люди в своё время заметили, что кто-то агрессивный, кто-то дерётся, кусается, кто-то нет. Психологическая наука, ну, как бы начала этим заниматься сначала вот с вот этого уровня, вот агрессия, низкий уровень агрессии, высокий уровень агрессии. Если вы когда-нибудь разговаривали с студентами-психологами, у них одна из любимых тем, это эмоциональное выгорание психологов и измерение уровня агрессии. Вот, то есть выделяют людей, у которых низкий уровень агрессии, высокий уровень агрессии, проводят исследования. Связано это в большей части с физиологической, то есть определяют физиологические маркеры, то есть уровень возбуждения, да, если там скорости реакции, уровень возбуждения, то есть и прочие вещи. И исходя из этого, то есть есть два взгляда на проявление агрессии, то есть один из взглядов это был, что агрессия – это врождённый инстинкт, и, соответственно, вот на вот эти вот уровни физиологического реагирования это очень хорошо ложилось. То есть здесь у нас Конрад Лоренс и Зигмунд Фрейд, да, Конрад Лоренс, то есть он как раз нам рассказал впервые, ну, один из первых, то есть системно рассказал о том, что это инстинкт, да, и, в общем-то, инстинкт выживания, накапливается определённое количество энергии, энергия – это ищет выхода, выход появляет вот таким образом сформулирован, да, то есть вполне возможно, что это агрессивное поведение, это может быть аутоагрессивное поведение, то есть разные формы. Дальше подтянулась именно вот уже психология на стыке медицины, то есть Зигмунд Фрейд, тут важно понять, когда это происходило, то есть, в принципе, Фрейд, он достаточно хорошо опрокинул психологию в целом, да, то есть просто обозначив вот эти вот вещи, что у нас есть неосознаваемые моменты, то есть физиологи об этом говорили всегда, просто Фрейд об этом сказал на языке психологии, что у нас есть те вещи, которые мы в себе осознать не можем просто всего того, что мы так устроены. Вот, и в теории Фрейда как бы вот эти вытесненные моменты нашли своё объяснение очень хорошо именно в психологической транскрипции. Но тут нужно понимать, что всё это дело происходило когда? Аккурат после Первой мировой войны, и человечеству нужно было как-то объяснить вот то безобразие, которое происходило, да? Нужно было как-то объяснить, почему люди так поступают, потому что, ну, это Европа, достаточно разумные люди, они, как бы им требовалось философское, историческое, психологическое, научное объяснение своих действий по отношению друг к другу и своего места в этом состоянии. Вот, когда, в общем-то, вот на вот этих вот вещах посмотрели, ну, не натягивается, потому что уровень агрессии может быть высоким, может быть низким, а реагируют люди каждый по-разному. То есть человек с высоким уровнем агрессии может, ну, диагностируем уровень высокий, а он не кидается ни на кого, никого не убивает. Пошли дальше. Появилась история про уровни, вот эта ось, тормозные структуры, то есть структуры личности, которые тормозят проявление агрессии. То есть они могут быть слабо сформированы и сильно сформированы. В этот момент у нас опять очень сильно нам помогли физиологи, да, потому что сказали, что скорости реакции, темпераменты, типы мирной деятельности. В этот момент возникает фрустрационная теория Джона Долларда, говорящая о том, что человек, испытав какую-то потерю, испытав какой-то дискомфорт, да, склонен проявлять агрессию. То есть, в принципе, тут теория Фрейда тоже очень психологически хорошо это объясняла. То есть потерял, расстроился и, соответственно, все эти вещи. Тут, кстати, даже не важно, что потерял физически, ты можешь потерять ущерб вот именно такой на уровне «я ожидал и не получил», да, я потерял какой-то там социальный статус, то есть ту историю, которую я вообще себе придумал. Вот. Смотрим дальше. Все равно получается, и там, допустим, могут быть сформированы или не сформированы регуляторные механизмы, а реагируют люди все равно по-разному. И вот в этот момент стали обсуждаться очень плотно связь биологических факторов. То есть никто не отрицает, что они есть. То есть людям было понятно, просто формулировки стали более внятные, то есть более конкретные. И стало очевидно, что биологические факторы сами по себе, они не запускают агрессию. Они создают условия для запуска определенного поведения и агрессивного поведения в том числе. Потом эта же история повторилась в генетике, когда мы выяснили, что один ген не может сделать нас хуже или лучше, да. То есть сочетание генов и их преломления на конкретного индивида в конкретной ситуации дает нам определенные результаты. Вот на этом этапе мы получили когнитивную модель агрессивного поведения, которая предполагает, что в агрессивном акте присутствует оценка. Оценка ситуации. И вот у нас появилась ситуация. То есть вот эта вот пунктирная линия, она на самом деле пространственная. То есть это нейтральная ситуация, это ситуация психотравмирующая. И в зависимости от того, как мы эту ситуацию оцениваем, запускается определенный механизм реагирования. Это в какой-то части дает нам ответ на то, почему на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же фразу, на одно и то же действие люди реагируют по-разному. Потому что для кого-то в силу эмоциональных, личностных особенностей эта ситуация является психотравмирующей, а для кого-то она нейтральная. И вот когда они собираются все вместе, мы получаем разные формы агрессивного поведения. Очень коротко. Агрессивное поведение у нас может быть по направленности. Мы можем направить агрессию наружу, мы можем направить ее на себя, в зависимости от ситуации, от условий. По способу выраженности. Это может быть физическая агрессия, это может быть вербальная агрессия, это может быть выражение лица, поза, мимика, то есть все что угодно. По форме это может быть прямая агрессия, когда я проявляю человеку то, что он мне неприятен и не стесняюсь этого. Это может быть сарказм, издевка, еще что-то. То есть такие социально вроде одобряемые формы. И, соответственно, по наличию инициативы это либо нападение, либо защита. У нас, как бы, не хочется вас расстраивать, но диапазон реагирования у нас с абиксином очень маленький. Бей или веги. Там есть какой-то промежуточный вариант замри, но это вот как бы все равно попытка выторговать себе время, для чего выяснить, все-таки бежать или все-таки драться. Вот. И вот на этапе вот этой вот появления когнитивной оценки у нас появилось, что вот эта фрустрация, то есть наличие фрустрации при присоединившейся негативной оценке существенно повышает вероятность агрессивного поведения. То есть когда у нас что-то пошло не так, и мы оценили эту ситуацию как угрожающую, как опасную, как потенциально неприятную, вот эта негативная оценка и риск запуска агрессивного поведения как бы увеличивает. Тут Леонард Барковец об этом, соответственно, целую книжку написал. Вот. И на следующем этапе, то есть вот эта современная модель социального научения, это модель Альберта Бандуры, которая говорит о том, что мы в большей степени научаемся агрессии, наблюдая окружающих людей, значимых для нас, наблюдая среду, в которой мы воспитываемся. То есть условия, в которых мы существуем, достаточно существенно могут повлиять на наше поведение и агрессивное в том числе. Это вот как раз к вопросу про агрессивный ген. Да, ведь вот у меня ребёнок сериал смотрел, говорит, там вот они сказали, у него агрессивный ген, да, то есть он наследуется. Я говорю, а что же он как бы у брата-то у неё не унаследовался, да, а что же она дерётся, а он нет. Вот. Вот. Это вот была такая теоретическая часть. Это для того, чтобы мы понимали, что что-то одно, да, вот по щелчку пальцев, не может сделать человека добрым или агрессивным. Как бы наша жизнь и мы, как существа вот в жизни, мы гораздо сложнее, чем нам хотелось бы. Мы всегда ищем простых ответов, потому что из-под простых ответов становится спокойнее, да. Но простые ответы, они в этом смысле ещё и ограничивают нас, потому что человек сложнее и многограннее, чем мы можем себе представить и чем мы можем даже иногда понять. Вот. Теперь мы немножко разберёмся, что такое психотравмирующая ситуация. Это на самом деле ситуация, которая вызывает рост эмоциональной напряжённости. Это могут быть субъективные особенности восприятия, да. Вот если кто-то смотрел фильм про Ван Гога, там вот он эти голубые корни нарисовал, дети подошли, начали смеяться, и он очень-очень-то достаточно агрессивно на это дело среагировал. Я художник, я так вижу. Вот. А если мы вспомним Портоса, который говорил, я дерусь, просто потому что я дерусь. Это хороший стереотип, он работает, я его не раз проверил, я большой, сильный. Я как-то, да, сразу всё, это понятно всем становится. Вот. И второй вариант – это стресс. Но это не тот вот стресс, который мы испытываем повседневный, да, а это какое-то сверхсобытие, которое совпадает вот с новой или неожиданной ситуацией и дефицитом личностных ресурсов. Это вот если кто интересуется творчеством группы Чаев, у них есть такая песенка, нахреноза, там «Вечно делаю не то, не так, да, не там, не с теми». Да, вот это вот как раз момент вот этой вот ситуации, когда вот человек ещё и не в ту ситуацию попал, да ещё и не с теми навыками, и вот всё сошлось, просто вот не было другого выбора. О, фильм. Сейчас мы посмотрим короткие, там буквально полторы минуты видео. Я хочу вас попросить вот как бы посмотреть то, что там происходит, и попытаться своей интерпретации высказать, кому захочется, что здесь происходит. О чём это может быть? 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 Так. Ну, версия. Чего там происходило? Третий лишний. Так, третий лишний, пояснить надо. Чего? Тот, который был в квадратике, он вёл себя очень активно по отношению к кашу и к другому геополителю. Ещё варианты? Мне кажется, его все избегали, он хотел как-то контактировать с первого, общаться, но его все отвердали, и он всё-таки расписывался. Так, на галюрке была версия. Семейный жанр он был. То есть, смотрите, мы что наблюдали? Мы наблюдали, двигались три геометрические фигуры. Но как устроен наш мозг? Мы наделили их чувствами, мы наделили их определёнными переживаниями, мы придумали им ситуацию, мы создали определённый контекст, в котором они в нашей голове начали взаимодействовать. Это исследование на минуточку 44-го года. То есть, ничего не поменялось с этого времени, да? И вот здесь мы напрямую подходим уже к современной модели агрессивного поведения, которая состоит из трёх составляющих. То есть, когнитивный компонент – это враждебность, это то, что мы думаем. Те мысли, те схемы когнитивные, которые в голове у нас есть. Следующий этап – это эмоциональное реагирование, то есть, это гнев, обида, неудовлетворённость. Вот весь вот этот спектр, да? И, соответственно, поведенческий, ну, это либо физическая агрессия, либо вот какие-то другие формы. Здесь тоже иногда хочется сказать, что в начале, да, с чего всё началось. Ну, не работает вот эта схема так, да? Они все настолько связаны, что выделить то, что является определяющим, ну, практически невозможно, потому что они связаны и влияют друг на друга настолько, что, допустим, если мы предложим человеку выполнять агрессивные действия, да, у него на уровне физиологии возникнет вот это возбуждение, которое будет ещё какое-то время длиться. Вот для молодых людей будет актуально. Если вы поссорились со своей барышней, да, вы ссоритесь, сидя, сидя трудно драться, во-первых. Во-вторых, вы понимаете, что если вы поссорились, она ещё какое-то время потом вам будет вспоминать, потому что у неё физиологически вот этот уровень возбуждения, он ещё длится. Она уже на когнитивном уровне вас простила, а организм её ещё помнит вот это возбуждение, и она ещё какое-то время будет вам вспоминать ваши прошлые обиды. Поэтому, ну, там, чайку ей налить, там, ну, первое правило, вот сидя это делать, вот не стоя, чтобы не кидать друг друга ничего. Вот. И вот как бы вот в этих вещах мы всегда двигаемся, то есть мы всегда мысли дотягиваем до эмоций, эмоции до мыслей, и, соответственно, уже реагируем из того, что получается. Что у нас провоцирует агрессию? То есть первый уровень – боль и сверхсильный сигнал на первичном уровне. То есть если вам больно, вы злитесь даже на диван, на который вы стукнулись. Он специально там стоит, бедолага. Вот. Сверхсильный сигнал – это громкие любые сверхсигналы, превышающие привычные, да, это громкий звук, шум, жара. Повышение температуры на 2-3 градуса, то есть особенно летняя жара, да, то есть вот как бы 30 градусов уже человек более склонен проявлять агрессивные реакции, особенно если он в обществе людей, если он в переполненном транспорте, если душно. Если он перед этим было душно, не выспался, не хотел есть, не пил, да, то есть это всё факторы, стимулирующие, увеличивающие вероятность агрессивного поведения именно в плане вот как бы не сдержался. То есть он в обычных условиях, он бы не стал этого делать, а тут не сдержался. Следующий момент – это узнавание образа врага и на более сложном уровне, то есть потенциально или реальные, или потенциально опасные события. То есть реально опасных событий не так много. Потенциальных мы себе придумаем в голове целый вагон, да, с образом врага его можно, ну, к сожалению, реальность такая, можно выучить, научить человека, если ему регулярно повторять, что кто-то плохой, что кто-то нехороший, что кто-то тебе угрожает, да, на уровне вот как бы если упорно и долго повторять одно и то же, человек запоминает, что да, скорее всего, это враг. Мы очень хорошо различаем лица, вот это врождённая у нас вот такая базовая, да, охранительная реакция. Причём, что мы отличаем очень чётко чужих от своих. Если нам рано начинать давать марки развлечения чужих своих, мы научимся делать это очень хорошо, к чужим мы относимся настороженно, к чужим мы быстрее проявляем агрессию. Причём, что вот чужие, физиологически чужие, и чужие, допустим, человек другой расы и человек-аватар, они у нас по-разному воспринимаются. Человек-аватар, вот который синий, да, он воспринимается как свой, только синий, ну, не настоящий. А человек другой расы, он воспринимается немножко по-другому. То есть это не очень весёлая история, да. И, в общем, вопросов здесь на сегодняшний день больше, чем атлетов. Но приходится признать, что да, мы не так толерантны, как нам хотелось бы. Нам бы хотелось, конечно, быть милыми, добрыми и пушистыми, но вот в первая реакция, потом мы сознательным, личностным уровнем как бы догоняем, объясняем себе, что не надо так, да, но вот первая реакция, она всё равно есть. И, соответственно, дополнительный фактор – это неудачная деятельность. Агрессия очень хорошо и легко присоединяется к любой неудачной деятельности. Особенно это, как бы, опасно бывает, когда неудачная деятельность публичная, когда неудачная деятельность в присутствии значимых персонажей, когда на тебя смотрят дети, любимые люди, на которых ты хочешь произвести впечатление, или когда тебе это очень важно. Поэтому, если вы вот на уровне бытовом, да, своего любимого человека видите, что он что-то делает, у него не получается, вы понимаете, что вот здесь он сорвался, а вы тут ещё подошли и что-то ему пусть из благих, вот пусть даже из самых благих. Не надо. Человек может как бы, он со временем научится сказать, оставь меня в покое, я сейчас доделаю и приду, да, но это сколько людей полегло, пока договорились-то. Вот. Здесь нам нужно немножко будет разобраться с тем, по чекам мы сдерживаемся. Мы же всё-таки живые люди, мы же не побивали друг друга, сдерживаемся, да, за счёт чего? У нас есть основные три системы. Это система стабилизации, которая в основном представлена психологическими механизмами защиты. То есть это заместить, вытеснить, рационализировать. То есть это такие моменты, я вот, девочки, наверное, помнят, да, я не буду думать об этом сегодня у Скарли Тахара, да, то есть или вот какие-то такие более такие глобальные моменты вытеснения. Как бы следом за ней идёт система совладания, это копинг-механизмы, которыми мы научаемся либо справляться, адаптироваться, да, либо избегать. То есть здесь тоже очень важный момент – понять, чего нужно научиться избегать и к чему адаптироваться, потому что не ко всем вещам следует привыкать, и не ко всем вещам имеет смысл адаптироваться. И третий, ну это вот как бы уже высший уровень – это уровень осознанной саморегуляции, когда мы понимаем, почему именно это и именно сейчас настолько важно, почему для нас вот эта ситуация становится психотравмирующей, почему мы именно из-за этого злимся. То есть то, что мы злимся, мы понимаем достаточно быстро. А вот почему мы злимся именно из-за этого, с чем это связано для нас, что это значит для нас, вот это требует определенной тренировки. Вот это как раз вот про критическое мышление. Чтобы понять, правильно ли мы делаем, мы можем простой момент проверить. То есть первый уровень сформированности регуляторных механизмов. На первом уровне мы учимся делать что-то, чтобы нам не было плохо. Мы учимся вот как бы избегать дискомфорта, избегать опасности, избегать неприятных эмоций, избегать того, что нам не нравится. Это вот такой базовый уровень, мы, грубо говоря, выходим в ноль. То есть вот у нас был минус, да, то есть нас что-то отобрали, мы выходим в ноль. Вроде как бы лучше, чем там. Те, кто вот в этом в нуле какое-то время пожили, накопили там определенный балласт, они говорят, блин, ну может жить быть и лучше, да. То есть я вот оглянулся, отдышался, то есть смотрю, люди живут, на Бентли ездят, чуя хуже. Вот. И они пытаются перейти на второй уровень, то есть им уже хорошо, и они учатся делать так, чтобы им было хорошо. Большинство мотивационных тренингов опасны чем? Они ориентированы на людей, которым что-то прям сильно надо, у них что-то не хватает, и они находятся в нулевой точке. Им говорят, хобана, приходите, мы вам сейчас хорошо сделаем. Вот самый популярный минус 5 назад был, да, про зону комфорта, да, что вы сначала там как бы войдите в неё, чтобы из неё выходить. Вот это вот про это, вы хотя бы вновь сначала, вы сначала научитесь понимать, от чего вам хорошо. Вот в этом состоянии сохранитесь, чуть-чуть подумайте про него, а потом уже можно делать себе лучше, да. То есть вот как бы когда вы себе из состояния плохо сразу пытаетесь делать хорошо, вот первый уровень не перепрыгнуть. Очень хочется, но не получается. Вот, ну и теперь мы, вот картинки, я обещала, котики. Да. То есть что нам помогает? Нельзя, нельзя убивать людей незнакомых, у них могут быть котики дома. Вот, если вы как бы при всём вот как бы юморе, да, если мы понимаем, что за другой стороной наших взаимодействий стоит такой же живой человек, у которого могут быть дети, котики, близкие, переживания, обиды, разочарования, на него мог кто-то наорать, у него могло что-то не получиться. Если мы даём себе труд остановиться и подумать про него, как про другого человека, вам ведь рассказывали, да, как можно, как людей готовят, чтобы они не боялись обижать и убивать других, и не говорят, что это не люди. Если убрать вот этот человеческий компонент, да, то вот эта вот как будто бы табуированная агрессия по отношению к сплеменникам, она становится формально разрешённой, да. Если ты видишь напротив себя другого человека, тебе очень трудно через это переступить. Если ты понимаешь, что этот человек ровно такой же, как ты, да, он может там уметь или не уметь доказывать сложные теоремы, но человеком-то он от этого быть не перестаёт. И когда мы другого человека в своей голове обесчеловечиваем, это плохо, теперь про людей, про людей, которых стоит по этому поводу слушать, читать, и на чьё мнение мне хотелось бы вот как бы обратить внимание. Сергей Николаевич Николопов, замечательный человек, кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии и научного центра психического здоровья, заведующий кафедрой криминальной психологии. То есть вот больше, чем он про криминальную, про убийство, про насилие и прочее, ну, в нашей стране знают их вот таких человек 10, да, вот специалистов. Вот. Одна из, ну, как бы-то вот одна из основополагающих книг, достаточно много публикций Сергея Николаевича на Ютубе, то есть, ну, как бы в открытом доступе есть. То есть там есть часть информации, которая для служебного пользования, но есть вот именно публичная информация, которая очень конкретно, грамотно и хорошо рассказывает о том, как мы доходим до каких-то совершений агрессивных действий. Вячеслав Альбертович Дубинин, профессор МГУ, доктор биологических наук. Замечательный ролик, мозг и агрессия. Я специально не стала вставлять картинки с мозгом, да, потому что о мозге должны говорить физиологи. Я вот, как бы, я могу, конечно, показать миндалину, там, поясную извилину, кому из вас что-то, как бы, вам легче станет, если вы узнаете, где оно рождается и как регулируется, да. Вот, как бы, его, как бы, лекции Вячеслава Альбертовича доступны даже на портале открытое образование, то есть там, как бы, ну, реально, вот это лучший человек, как бы, если вы хотите что-то узнать про физиологию, и вот это, как бы, самое лучшее, где можно брать эту информацию. Ой, не то. Вот, Конрад Лоренц – это вот как раз та история, как всё начиналось, то есть это классика. В 1973 году он совместно ещё с двумя авторами получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. В честь этого даже вот спустя 25 лет в Австрии была выпущена памятная монета 50 шиллингов. Вот. Я считаю, что это, на самом деле, хорошая история. И человек, вообще человек-легенда, Роберт Морис Сапольский, профессор, преподаватель Сен-Форнского института, один из самых известных на сегодняшний день антрополог. Вот. Это человек, который, в принципе, способен объяснить биологию поведения любого живого существа. Его лекции доступны в открытом доступе в биологию поведения, я была приятно удивлена два дня назад, зайдя в магазин «Прометеи», стоит книжка Роберта Сапольски. Прям книжка популярная. То есть это, на самом деле, это глыба. Мало того, что он сам профессор, у него ещё жена нейробиолог. То есть это очень гремучая смесь. Вот. То есть я как бы абсолютно искренне рекомендую. Это вот как бы та правильная литература, которая написана достаточно простым, понятным языком, не искажая сути, не теряя вот как бы каких-то нюансов, тонкостей, да, но она позволяет как раз разобраться и как-то для себя в голове вот эти вещи все разложить. Ну и постепенно мы начинаем уже резюмировать. По сути, то, что с нами происходит, то, что нас обижает, расстраивает, и также то, что нас радует, то, что нас волнует, оно в большей степени всё-таки говорит нам о нас самих. Потому что мы воспринимаем реальность очень, ну, очень своеобразно. Мы её по большей части реконструируем у себя в голове. Ну так устроена наша психика. И когда мы пытаемся найти ответы изнутри, где-то снаружи, да, мы пытаемся сделать это, минуя свои, то есть свой вклад в то, что мы сделали. А мы фактически состоим из того, что мы, из того, кто нас воспитывал, из того, с кем мы общались, из того, что мы читали, из того, о чём мы думаем дольше, чем пять минут. Мы быстро думаем. Мы не всегда замечаем, о чём и почему мы думаем. А ещё мы не всегда понимаем, вообще мы правильно подумали-то, да, мы проверили, сходится ли то, что мы подумали, с тем, что мы получили, как бы и с окружающим миром. И не всегда удосуживаемся поинтересоваться у тех, кто рядом, вообще они так же нас поняли, как или нет, как мы. Ну и, в общем, да, вот, как бы, ну, мир такой, потому что вот, потому что так. Вот, если вдруг, ну, всякое бывает, да, если вдруг вам сейчас, люди, вы придёте домой, вам захочется попробовать, поэкспериментировать, ну, очень осторожно, да. Во-первых, на людях исследование всё-таки проводят только с их согласия. Добровольного и, в общем-то, добровольного желания, да. То есть потенциальная польза, если вы решите вот что-то проверять на ближнем, да, вот, как бы, стукнет он меня или не стукнет, да, но всё-таки должна быть вот какая-то гипотеза, лучше всё-таки это делать научно. Ну, можно почитать исследование, да, то есть, ну, вот, как бы, прежде чем что-то на близких проверять, постерегитесь. Вот, ну и последнее, всё-таки, сделайте паузу, подумайте, вы что хотите, проводя такие эксперименты, доказать что-то себе или другому человеку, поссориться или зачем? Вот, то есть мы, в общем-то, разумные люди, мы, как бы, мы способны договариваться. У нас это получается с разной вот степенью адекватности каждый раз, да, в зависимости от того, сколько усилий мы приложили, но, в принципе, мы к этому способны. Вот, в общем-то, на этом у меня всё. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...